Чита готовится отметить 360-летие со дня основания. Свою историю столицы Байкальского края ведет с 1653 года, с тех пор, когда пришли казаки-землепроходцы во главе с Петром Бикетовым и поставили первый острог. Вместе с доктором исторических наук Михаилом Константиновым наши корреспонденты проследили путь казаков от Яблоного хребта до места, где было построено первое зимовье. Проследить путь казаков, по которому они делали первые шаги под Читой, исследователям позволил исторический документ – отписка Петра Бикетова воеводе Афанасию Пашкову в Енисейск. Этот город в то время был центром, откуда проходило заселение Сибири. Петр Бикетов пишет, что сначала они плыли по Селенге, потом по Хилку. Там сказано, что река эта мелкая, кривлевата, узка, что плыть по ней очень тяжело. Они вышли до озера Иргень, что были голодные, что были оборваны, уставшие. Но вместе с тем, почти сразу выбрав удобное место, они стали строить острог. Это место находится отсюда, вот там, за хребтом, за Яблоновым. Построив острог, они стали проводить дальнейшую разведку и вышли вот на этот Яблоновый хребет. Казакам открылся широкий обзор. Они выбрали самый удобный путь для продвижения дальше. Дорога шла вдоль маленькой речки Рушмалей. И поскольку сплавляться по ней невозможно, это видно и сейчас, шли казаки волоком. Передвигались пешком и на лошадях. Все необходимое несли с собой. Кроме того, на протяжении всего пути от озера Иргень, приспособив веревку, они измеряли расстояние и так дошли до Ингады. Они вышли вот буквально на это место, где мы с вами стоим. Отсюда они вышли к реке Ингадек. Они сооружали плоты на Ингаде и плыли вниз. В отписке сказано, что проплыли они верст 10. Верста насчитывала примерно 2 километра. Руководствуясь этими сведениями, Михаил Васильевич Константинов рассчитал, где примерно отряд Петра Бикетова остановился и построил зимовье. Поскольку это было в октябре, и это было буквально 29 октября по новому стилю 1653 года, они наткнулись на ледяной затор, который пройти уже было невозможно. Они высадились на берег и стали строить зимовье. Они назвали его государственным зимовьем на Ингаде. Ну и они, наверное, выбрали то место, где Ингада удобно подходит к борту, к склону какому-то. Тот берег мы с вами видели, он открытый, он продуваемый всеми ветрами и опасный. Может появиться конные тунгусы, неожиданное нападение быть. Они должны были прижаться к склону. Это было где-то здесь, не буквально на этом месте. Мы не знаем, может быть отсюда в километре, в двух, но где-то вот на этом пространстве. Из документа стало известно, что отряд состоял из 30 человек. Судя по всему, казаки были очень сильными и выносливыми. Они быстро построили зимовье, довольно крепкое и большое сооружение. Оно представляло из себя 4 строения, 4 избы, обнесенные тыном, острожным. Так что это, они сами его называли острожным или крепостицей. Так что это не просто какая-то избушка завалящая, как обычно имеется в виду зимовье. А это было государево-зимовье на Ингаде. И они все вдоль стен были построены. Одна изба, это была государево-казна. Все было серьезно на государственном уровне. Сейчас определить место, где находилось зимовье, построенное отрядом Петра Бикетова, практически невозможно. Ландшафт серьезно изменился из-за хозяйственной деятельности. Да и река не раз меняла свое русло. О том, как использовалось зимовье после того, как отряд Бикетова отправился дальше, исследователям точно неизвестно. Тем не менее, именно строительство этого острожка стало отправной точкой отсчета истории Читы. Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый, Виталий Литвинцев. Время новостей.